Ну что ж, следующая презентация будет посвящена больше теоретическим вопросам. Меня попросили сделать презентацию о том, как оценивать сократимость миокарда. И отвечая на этот вопрос, как дифференцировать миксоматозное поражение метрального клапана и изотационную кардиомиопатию, мы фактически это рассмотрим в этой презентации, потому что для того, чтобы различить эти две патологии, нужно оценить функцию миокарда у собак. И, возможно, два сценария. Если поражен метральный клапан, у нас возможен сценарий, когда с самого начала миокард нормальный, но клапан поражен. Это приводит к регургитации, которая становится тяжелее с течением времени, и наступает ремоделирование в ответ на это, и наступает изменение миокарда. И я удивлен, на самом деле, когда вы смотрите со стороны предсердия на створки метрального клапана, как они выглядят у таких собак. Посмотрите, при тяжелой недостаточности, посмотрите полностью рубцовое створки. И удивительно, что собака жила столько, сколько она жила с такими изменениями. Какая проблема с этим заболеванием? С самого начала это первичная патология, то есть изменение клапана первичным. Но с течением времени сердце начинает расширяться. А после этого створки клапана растягиваются, и наступает вторичная метральная недостаточность. Но она не наступает в результате, не связана с поражением клапана, она связана именно с дилатацией, из-за того, что растягиваются створки клапана. И вот это наступает при пороге метрального клапана, и также при дилатационной кардиомиопиотеи. То есть первичный порог метрального клапана недостаточность, это то, что связано с клапаном. Вторичный порог – это то, что вызвано дилатацией. Первичная метральная недостаточность может привести к вторичной недостаточности, в зависимости от того, насколько сильно расширяются камеры сердца. Вот пример – это нормальный здоровый лабрадор, а вот собака с дилатационной кардиомиопатией. Посмотрите, вот это сердце не двигается, не сокращается так, как нужно. Оно круглое и делательное. Вот это прекрасное сердце лабрадоры. Нормальная, абсолютная их кардиография. Миксоматозное поражение метрального клапана характеризуется изменениями створок. Посмотрите, утолщенные створки и пролапс левое предсердие в сравнении с здоровым лабрадором. И, конечно, такие изменения имеют разный патогенез. Посмотрите, в короткой оси, вот этот наш здоровый лабрадор, в сравнении с собакой с дилатационной кардиомиопатией. Здесь, конечно, без сомнения, сократимость в таком случае снижена. Видим дисфункцию миокарда, систолическую дисфункцию, которая ведет к вторичной дилатации камеры сердца. Если мы это сравниваем с собакой с первичной патологией метрального клапана, мы видим, что у собаки с первичным поруком метрального клапана мы видим более активное сокращение, чем у здоровой собаки. Потому что сейчас левому желудочку проще нагнетать кровь. Так называемый гиперкинез. Если имеется дилатационная кардиомиопатия, мы смотрим на изменение диаметра, на изменение сердечного цикла. Разница между систолой и диастолой снижается до 5%. Это очень мало. В норме это 29-25% у собак. Если мы то же самое сделаем для поражения метрального клапана, украшение левого желудочка, индекс ФС, будет увеличен 57%, что действительно очень много по сравнению с нормальным значением. То есть это так называемая ситуация гиперкинеза. Это один из способов оценить конечность истолические размеры. Но бывают случаи, когда мы видим неясную картину. И это часто возникает у Кокер-Спаниэлей. В некоторых особей мы видим что-то похожее на дилатационную кардиомиопатию. Но и также здесь имеются изменения, характерные для амиксоматозного порока метрального клапана. То есть, может быть, это две патологии сочетаются у одной особи. У них также имеются шумы на сердце, которые более громкие и более выраженные, характеризуют метральную недостаточность. И высокая скорость струи регрегитации по сравнению с собаками с дилатационной кардиомиопатией. С этими Кокер-Спаниэлями в чем особенность? Время выживаемости для таких собак полностью отличается от того, что мы видим у собак других пород. Исследование доктора Льюис показало время выживаемости Кокер-Спаниэлей, которые получали плацебо или пимобинтан. Сравните его с выживаемостью. То есть, вот эта собака, которая жила вообще 50 месяцев, с момента начала СН. Сравните с доберманами, где мы видим намного меньшую выживаемость. Меньше 20 месяцев. То есть, очень низкая выживаемость. В чем нужно помнить про Кокер-Спаниэлей? Даже если у них наступает дилатационная кардиомиопатия, многие из них могут жить годы после этого, если получают верное лечение, даже после развития застойной сердечной недостаточности. Что происходит, если сердце начинает расширяться? В конечном итоге, как я смотрю на это, да, приближенно, грубо, сердце начинает уставать. Когда происходит дилатация, на определенном этапе достигается точка невозврата. То есть, даже если мы нормализуем функцию сердца, архитектоника сердца уже не вернется к нормальному состоянию. Если после этого продолжается процесс, сердце начинает уставать, так называемая перегрузка объемом сердца уже истощена. И начинается формироваться паттерн, характерный для дилатационной кардиомиопатии. Посмотрите, щенок лабрадора. Посмотрите на эхокардиографию. Дилатированное круглое сердце не сокращается как надо. То есть, похоже на дилатационную кардиомиопатию. Размер левого прицепия огромный. То есть, здесь без сомнения. Но не забывайте посмотреть на легочную артерию таких собак. Потому что, если вы этого не сделаете, и не сделаете цветной доплер, вы только тогда увидите, что вызвало такую дилатацию. Это собака с большим открытым артальным протоком. Из-за перегрузки объема, который вызывает этот порог, развивается дилатационная деформация. Но это не дилатационная кардиомиопатия. Это собака с открытым артальным протоком. Есть определенные критерии, которые помогут нам понять, что происходит при метральной недостатурности с объемами. Посмотрите, пример, когда конечный диастолический объем в норме 120 мл. Конечный диастолический в норме 50 мл. И отсутствие регургитации. То есть, ничего не возвращается в левое предсердие. Общий ударный объем 70 мл. Нормальное сердце. После этого мы индуцируем острую метральную недостаточность. В этом примере собака полностью потеряна функция метрального клапана из-за разрыва хорт. Вот эта створка вообще не работает. Она просто колыхается в левом предсердие. Это острая метральная недостаточность. Что происходит? То есть, у сердца еще не было времени дилатироваться. Конечный диастолический объем остается таким же. Конечный диастолический уменьшается, потому что проще желудочку накачивать кровь в левое предсердие, чем в аорту. Общий ударный объем увеличивается. Объем, который идет в аорту, снижается, потому что меньше крови накнетается в аорту. И появляется объем регургитации 50%. Левое предсердие, давление в нем возрастает. Это собака. Сразу же переходит в достойную сердечную недостаточность из-за того, что возрастает давление в легочных винах. Это острая сердечная недостаточность. И, скорее всего, будет низкий сердечный выброс. И собака будет очень слабой. Но наш с вами организм, вообще организм природы, это удивительная вещь. Она делает все, чтобы выжить. Что происходит? Потому что это сердце начинает дилатироваться, чтобы скомпенсировать эту ситуацию. Конечный диастолический объем увеличивается до 200 от 120. И также увеличивается конечный диастолический, но не так много. Общий ударный объем увеличивается. Ударный объем, который идет в аорту, увеличивается. И даже с учетом того, что увеличивается объем регургитации. И, конечно, происходит дилатация. Давление в левом предсердии снижается. Уменьшается застой, собака себя чувствует лучше. И это случается очень часто у собак с миксоматозным поражением метрольного клапана. Они компенсируют на протяжении очень долгого времени, даже при тяжелой дилатации. В конечном итоге, что происходит? Мы видим перенагрузку объемом и кардиомиопатии у этих собак. И здесь она характеризуется увеличением конечного диастолического объема. Но конечный диастолический объем еще больше увеличивается. То есть здесь сердце теряет систолическую функцию. Это одна из причин, почему мы используем конечный диастолический показатель для того, чтобы понять, насколько хорошо сокращается миокард. Потому что оценивая функцию миокарда и метрального клапана, это не так просто сделать у живого животного. Таким образом, собака, в соответствии с механизмом Франко-Старлинга, при увеличении давления увеличивается ударный объем. И мы не достигаем верхней части кривы. Она начинает уменьшаться, и собаки формируют сердечную недостаточность. На это можно посмотреть с другой стороны. Чем больше дилатации, тем больше мы видим разделение миозина и актина. И количество перекрестных мостиков между этими филаментами будет меньше, чем в оптимальной ситуации для оптимального сокращения. То есть перерастягиваются мышечные филаменты, и это ведет к уменьшению сократимости. В экспериментально индуцированной метральной недостаточности мы видим снижение сократимости, которое маскируется увеличением активности симпатической нервной системы и снижением постнагрузки. То есть возникает система компенсирования. Как же это можно померить в реальной жизни? Мы меряем размеры или мы используем красивый, модный, новый метод диагностики, например, тканевая, дуплера, эхокардиография или эхокардиография в режиме спеклума. То есть фактически реальная ситуация с определением сократимости амиокарда не имеет ничего общего с визуализацией. Действительно, если вы хотите померить этот показатель, нужно взять кусочек ткани, положить его в баню, и после этого электрод стимулировать эту ткань и оценить ее сократимость. Вот так, ин витро. Вы получаете такую кривую, экстраполируете ее до нулевой нагрузки и получаете укрощение миоцетов. И это истинная сократимость. Мы можем это сделать на живом пациенте? Вы это с вашими клиентами будете делать? Вряд ли. Поэтому нам приходится использовать то, что есть, а это что? Это диагностическая визуализация. Для того, чтобы понимать всю эту проблему и разные этапы сократимости, мы никогда не должны забывать о нагрузке. Потому что нагрузка – это все. Посмотрите, кривое давление объема. Вспомните из физиологии. Есть фаза, когда происходит заполнение в диастолу, когда сердце расслаблено и заполняется кровью. После этого наступает изолюметрическое сокращение. Давление в левом желудочке возрастает. И после этого наступает историческое изгнание, когда кровь изгоняется в аорте, объем снижается, давление снижается, потом изолюметрическое расслабление, и мы возвращаемся к исходной точке. Для того, чтобы понимать разную патологию сердца, нужно, опять же, думать о нагрузке. Посмотрите, разные кривые давления объема в зависимости от сердечной патологии. Здоровое сердце, сердце с ортальным стенозом. Что происходит? Давление должно быть выше для того, чтобы кровь смогла попасть в аорту из левого желудочка через стенозированный клапан. То есть у этих собак мы видим перегрузку, рост давления, а объем фактически меньше, чем при здоровом сердце. Если мы с вами говорим о делационной кардиомиопатии, мы имеем больший объем, эта кривая сдвигается в зону более высокого объема, но сердце не может создать нужное давление. То есть мы работаем в условии высокого объема и низкого давления, потому что сократимость снижается у сердца. Если мы, кстати, говорим об открытом ортальном протоке, мы имеем очень высокий объем, но сердце обычно может работать на хорошем давлении, если только не наступило ромоделирование миокарда. И наши любимые пациенты с митральной недостаточностью, когда фактически мы видим, нет периода изолюметрического сокращения, мы видим большие объемы, сердце может нагнетать кровь, ну чуть поменьше давление, чем в норме, но оно подтекает, то есть как только начинает сокращаться миокард, кровь начинает возвращаться обратно в левое предсердие, и объем уменьшается. Вот что мы видим с объемом, с нагрузкой при различных патологиях, и что сердце делает для компенсации. Я говорил с вами о нагрузке на стенку. В зависимости от того, имеется ли при нагрузке объема или нагрузка давления, мы видим эксцентрическую гипертрофию или концентрическую гипертрофию. Эксцентрическая гипертрофия. Мы видим, что новые саркомеры локализуются по окружности, и общее количество саркомеров, которые существуют в сердце, увеличивается. То есть если мы возьмем сердце, собаки с первичным метральным пороком, с ремоделированием, это сердце увеличивается, но толщина стенки остается нормальной. Если мы возьмем собаку с артальным стенозом, саркомеры локализуются по радиусу, то есть увеличивается толщина стенки. И это ведет, по закону Лапласа, это ведет к нормализации нагрузки на стенку. При метральной недостаточности степень гипертрофии, которую мы видим у этих собак, посмотрите, это разная степень, с массой левого желудочка, желудочка по времени формирования метральной репритации, она выходит на плату. Есть возможность того, что собаки с метральной недостаточностью не будут иметь сильной гипертрофии, то есть стимул недостаточно большой для этого. Можем мы это померить в реальности? Да, можем. Мы можем легко это сделать, определяем толщину стенку и радиус левого желудочка. И получаем соотношение HR. И мы сделали исследование собаки здоровые и собаки с кардиопатологией, с метрального клапана. И мы видим, что высота это соотношение выше у собак с максимуматозной патологией метрального клапана. То есть у этих собак нет тех же пространственных отношений, и гипертрофия должна теоретически быть более выраженной. еще один широко известный факт заключается в том, что если есть большая собака большой породы или лошадь, или человек, в этом случае метральная недостаточность переносится намного хуже по сравнению с особями небольших размеров. Мы работаем с лошадьми, то есть я работаю в том числе как кардиолог для лошадей и лошади, у которых мы видим, они либо полностью бессимптомны, они могут даже скачки выигрывать с тяжелой метральной недостаточностью, либо они умирают от застойной сердечной недостаточности. Здесь нет никакого промежуточного состояния. И если это собаки больших размеров, мы также видим у них тяжелую систолическую дисфункцию, даже если метральная недостаточность первичная. Много лет назад Керри Баргарелли, это его кандидатская, они оценили немецких овчарок, сравнили их с собаками малых размеров. Смотрите, у всех была метральная недостаточность, но, как вы видите, доля собак с фибрилляцией предсердий или желудочка тахикардией была намного выше среди немецких овчарок. И даже конечные диастолические размеры с корректированным по размеру сердца и размеры тела были примерно одинаковы, но конечные систолические объемы были намного выше у немецких овчарок с первичным порокометральным клапаном. И это говорит нам о том, что собаки больших размеров, у них систолическая дисфункция и кардиомиопатия с перегрузкой объема развиваются легче, чем у собак небольших размеров. Поэтому действительно размер имеет значение. Переносимость. Начиная с очень хорошей переносимости у мышей, у кошек, у небольших собак, заканчивая очень плохой переносимостью у лошадей или у человека. Узнаете этого человека? Кто это? Ура! Молодцы! Фрэнк Заппа. Давайте пообедаем пойдем и продолжим эту... Или как? Вы хотите, чтобы я продолжу? У нас прерыв по программе или нет? Вы в России так хорошо уважаете время. Вы знаете, в других странах мне говорят, у вас осталась минута, 30 минут, и все, потом звучит звуковой сигнал, и меня снимают. Спасибо вам за то, что вы меня переносите, мою многословность. Итак, есть пути, которыми можно различить первичную или вторичную метральную недостаточность или степень дисфункции миокарда по сравнению только с преднагрузкой объема. Самое простое, на что мы можем посмотреть направление направления струги регургитации. Как выглядит створка? Мы можем посмотреть на систолическую функцию с помощью визуализации, но также с помощью функциональных тестов или с помощью биомаркеров. Давайте начнем с оценки створок метрального клапана. Не совсем хорошо видно, но тем не менее, если створки тонкие, это точно не миксоматозное, не первичное поражение. Если они толстые, если есть пролапс, скорее всего, мы подозреваем первичный порог. Сейчас мы также можем посмотреть на 3D-реконструкцию по ЭХО, и мы очень активно используем этот метод. Что мы делаем? Вместо того, чтобы брать двухмерную проекцию, мы получаем трехмерную, то есть пирамида получается, и мы можем по этим данным реконструировать 3D. Собака здоровая, где мы взяли плоскость, как раз над створками метрального клапана со стороны предсердия. Вот он, метральный клапан, а вот эта собака с миксоматозным поражением метрального клапана. Тоже мы смотрим со стороны предсердия. Вот здоровая собака, а вот эта собака с миксоматозным пороком метрального клапана. Посмотрите, вот где формируется регургитация, как выглядят створки, как они выступают, фолиевая предсердия, складчат тесты, и посмотрите, как меняется характер смыкания створок, локализация струи. То есть такая методика дает нам очень красивые данные, очень красивые видеоролики. Вы также можете посмотреть на направление струи регургитации, потому что есть перекрест, то есть в зависимости от плоскости кооптации, от линии кооптации обычно, эта септальная створка накладывается на вторую створку, то есть мы видим, что будет утечка в атеральную сторону, но это чаще всего. Если кооптация по-другому, то регургитация идет медиально. Что мы часто видим? Пролапс метрального клапана и перекрест с септальной створкой и латеральные направления струи регургитации. Вот как это выглядит. Вот она, латеральная створка, метральный клапан, левое предсердие струя идет в латеральном направлении. Это пример собаки с вторичным недостаточностью метрального клапана из-за дилатации центрального расположения струи, потому что просто растягиваются створки и нет кооптации. К сожалению, это не всегда работает. Вот Нюфаудленд с первичным пороком метрального клапана и с первичным дилатационным кардиомиопатиям. Смотрите, как медиально идет струя. Это простой метод исследования, он не требует больших финансовых затрат. Что еще можем посмотреть? На поток и различные функции, которые считают вам программное обеспечение эхокардиографа, по крайней мере, те, которые связаны с сердцем. Вы можете использовать формулу и уравнение Бернули, модифицированная формула. Что мы можем сделать с его помощью? Мы можем померить скорость потока с помощью постоянного доплера. У этой собаки не совсем видно, но здесь 6 метров в секунду. Если мы это вставляем в уравнение Бернули, то есть мы берем максимальную скорость потока и умножаем на 4, мы получаем различие между левым предсердием и левым желудочком. В данном случае 144 мм длотного столба. Это говорит нам о том, что есть градиент давления между левым предсердием и левым желудочком и том, что левый желудочек не может генерировать нужное давление. Собаки с длотационной кардиомиопатией обычно имеют низкую скорость потока через метральный клапан. Здесь всего 4 метра в секунду. И здесь градиент будет только 64 мм длотного столба. Это меньше, чем половина от того, что мы наблюдаем у собак с первичной патологией. И это помогает нам лучше помогать, в чем кроется причина. Вы также можете посмотреть на систолическую функцию. Посмотреть на показатели максимальную скорость струи роггитации, ударный объем, который идет в аорту и время прохода крови по легочному кругу. По мере прогрессирования заболевания у собак будет разный сценарий. Смотрите, 4 собаки, у которых мы наблюдаем разные картины. Мы наблюдали их в течение длительного времени. Не все они были бессимптомны у всех поражений метрального клапана. У этой собаки ничего не происходит с размером левого предсердия до самого конца. И то же самое с систолическим диаметром, он не меняется. У этой собаки мы видим постепенное увеличение размера левого предсердия, а систолический диаметр не изменяется, то есть сохранена систолическая функция. У этой собаки мы видим резкое увеличение размера левого предсердия и систолический диаметр тоже меняется. Стабилизируется в какой-то момент, но потом снова ухудшается. Вот это систолическая дисфункция. У этой собаки очень плохой исход, смотрите. Очень резкое повышение размера левого предсердия и такое же резкое быстрое ухудшение систолической функции, как показан в этот систолический диаметр. В чем проблема с измерениями? А где нам взять норму? Что норма? Прямо сейчас я считаю, что большинство специалистов будут использовать так называемую левометрическую шкалу. Она основана на принципе в том, что мы стараемся, то есть если есть размеры, скажем, размеры левого желудочка в диастолу, мы стараемся скоррелировать это с размером тела. То есть диаметр это одно измерение. Масса тела это самый частый фактор, который мы стараемся оценить. Масса тела это косвенный показатель объема тела, потому что большинство млекопитающих содержит большое количество воды. То есть если мы меряем массу, мы получаем косвенный объем. то есть мы пытаемся одномерные показатели использовать в качестве трехмерного показателя объема. И таким образом берем кубический корень из массы тела. Согласны? То есть три измерения, одно измерение. Мы сравниваем одно одномерный показатель с трехмерным показателем и берем кубический корень. вот такая шкала получается в итоге. Большинство специалистов сегодня берут нормализованное по массе тела значение и нормальное значение для конечного диастолического значения. мы делим это на массу тела и получаем то, сколько насколько фактически показатель отклоняется от нормы. то есть погрешность плюс-минус 30 и это достаточно много и это действительно проблема для этого медиа. Мы также можем оценить объемы и самый простой способ для этого самый правильный способ это так называемый модифицированный метод Симпсон. При этой методике мы берем длинную ось левого желудочка и смотрим границы миокарда в конце диастола в конце сестру. Потом программное обеспечение в самой установке. Мы переносим вот эту площадь на 20 дисков и мы знаем радиус каждого диска и мы знаем размеры мы можем рассчитать объем для каждого диска и добавить этот сложить объем и таким образом получить примерный объем левого желудочка. Вот это то, что стоит в рекомендации. Что еще дает нам 3D-эхо? Мы можем это померить в реальном времени и не нужно нам делать каких-то приблизительных расчетов. Вот пример как мы рассчитываем объем левого желудочка по 3D-эхо. Это наше будущее. Сейчас этот алгоритм есть только на очень дорогих установках, но я думаю, что в дальнейшем он появится и на обычных установках. Если такого алгоритма нет, вот что мы делаем модифицированный метод симпсонов. Потому что установки для ультразвука, ультразонографа, они также включают приблизительные расчеты. Так называем формула Тайхольца, которая основана на одномерных показателях. То есть когда вы используете диаметр левого желудочка, вы получаете по формуле Тайхольца примерный объем. И значимость этих изменений, к сожалению, очень низка. Они практически бесполезны. Посмотрите, что было доказано в нашем исследовании. Мы сравнивали значение по Тайхольцу с реальным подсчетом в 3D. и вот эти два объема, и посмотрите различия между ними. Как вы видите, формула Тайхольца дает переоценку объема в два раза. То есть она вам в два раза больше объем считает. Если вы используете 2D дисковый метод, тогда фактически два показателя сходятся лучше. То есть Симпсоновский метод дает намного более точный результат, флорума Тайхольца. Мы можем также оценить насосную функцию, смотря на то, сколько крови идет в аорту. У нас есть метральная недостаточность, у нас есть вначале, если мы смотрим статей регубитации в острой фазе, уменьшение объема крови, которая идет в аорту. С течением времени наступает компенсация, либо на фоне терапии ситуация компенсируется. Что мы можем сделать? Рассчитать объем крови, который идет в аорту. Давайте объясним это просто. Что мы с вами видим? Вот это нормальное сердце, замечательные хорошие кривые, а вот собака с тяжелой метральной недостаточностью. Смерть истила короче, но есть нормальный ток крови в аорту. Площадь под этой кривой хорошая. И собака с дилатационной кардиомепатией, с очень сниженным ударным объемом. И видите, практически нет никакого пика здесь. Если вы хотите посчитать реальный объем, нужно сделать две вещи. в первую очередь рассчитать поперечную площадь аорта. Это просто выпереть аорту, мерить диаметр, делим на два, возводим в квадрат и умножаем на пи. Или радиус в квадрате на пи. Вот это площадь. Вы получаете площадь корня аорта. А потом нужно рассчитать так называемую ударную дистанцию. Мы берем кровоток с дуплером и меряем вот это. И аппарат говорит вам автоматически рассчитывает площадь под кривой. Это соотношение скорости ко времени. То есть если вы используете этот показатель, вы получаете длину сантиметры или миллиметры или метры, но это будет длина. Как мы можем это оценивать? Среднее расстояние, которое эритроциты проходит за одно сокращение. И теперь вы видите эту поперечную площадь, и у вас есть длина цилиндра, которую вы получаете площадь, длину, и теперь вы можете посчитать объем этого цилиндра. Собака с первичным пороком метрального клапана с рургитацией, ударный объем в аорту уменьшается немного, сердечный выброс остается неизменным. Это собака, которую мы вам показали, которая формируется сердечно-нестачно-застойного типа. посмотрите, ударный объем немножко снижен, сердечный выброс остается примерно одинаковым и за счет повышенной ЧСС во втором случае. Ударный объем, который идет в аорту, снижается, сердечный выброс падает, но не настолько сильно, потому что у этих собак повышается ЧСС в качестве компенсации. Вот это более сложная ситуация. когда мы можем оценить насосную функцию. Фактически вы можете использовать функциональные тесты. Что у вас есть? Когда вы делаете такую методику, вы смотрите на времени, которое эритроциты тратят на то, чтобы пройти от легочного ствола до легочной вены. Вы можете это оценить как время или количество сокращений, которые нужны для того, чтобы эритроциты пройти через малый круг. Это так называемое нормализованное время легочного транзита по малому кругу. И чем хорош этот метод? Это константа для каждого вида. у нас одно показатель будет для кита, для других животных. От трех до шести ударов сердца. И это говорит нам о объеме крови, который есть в легких. Поскольку если мы знаем объем, который нагнетается с правых камер, и мы знаем количество ударов, которые необходимы на один транзит, мы можем умножить ударный объем на количество ударов и получить легких кровоток. Как мы это делаем в реальной жизни? Мы начали это делать с помощью стантиграфии. Мы вводили радиоактивный изотоп собакам и смотрели сколько требовалось времени для того, чтобы эритроциты прошли из легких ствола и вернулись в левое предсердие. Здоровая собака, собака с дилатацией правого предсердия. Посмотрите, кровь идет из правых отделов в легкие и возвращается в левое предсердие, левый желудочек. Что мы делали? Мы начали с цифальной вены. Смотрите, вон болис пошел. в правое отдело возвращается и возвращается в левое предсердие. Но работа с радиозотопами это не так приятно. Сейчас мы знаем, что фактически мы можем сделать то же самое с помощью контрастного ультразвука, но это должен быть контраст, который проходит через легкие. Санавью, к примеру. Вот это сердце, аорта, левое предсердие, легочная артерия и вена. Когда мы видим контраст в легочной артерии, меряем количество ударов в сердце, которое требуется, чтобы контраст вернулся в левое предсердие. Это не так сложно. Собаки с поражением метрального клапана. Это наше исследование. Оказывается, что при застойной сердечной недостаточности мы видим увеличение ЧСС, но собаки, которые находятся в стадии компенсации, их ЧСС нормальная практически, но время транзита увеличивается уже и у этих собак. Это говорит нам о том, что эти собаки имеют уменьшение насосной функции. Давайте обсудим это время транзита и на этом остановимся. Мы видим снижение этого показателя даже в стадии компенсации, то есть даже уже на этой стадии функция сердца неадекватна. Вопрос, чем это связано с уменьшением ударного объема или увеличением объема крови в легких. То есть это первичная проблема сократимости или это проблема обратного заброса крови из-за регруппитации и ответ проблема заключается в увеличении объема крови в легких. Это не проблема ударного объема. Мы сделали еще одно исследование этих собак и что оказалось, что нормализованное время транзита здесь и легочный кровоток по оси ординат и опять же соотношение ударного объема и объема крови в легких. Мы видим зависимость между объемом крови в легких и временем транзита, что не было выявлено для ударного объема. И я был крайне счастлив, когда я это увидел. То есть что происходит с этими собаками? С чем они поступают? Владелец жалуется на усталость, когда у них формируется уже застойная сидящая недостаточность? Нет. В большинстве случаев хозяин скажет вам собака нормальная, но у нее проблемы с дыханием. Это говорит нам, что общий сердечный выброс пока еще приемлем, но проблема с запросом и увеличением объема крови в легких. И действительно это похоже на правду с клинической точки зрения. Вы можете это сделать, это исследование, которое мы использовали, контраст с на view, который нам доказал эту вещь, о том, что время транзита по малому кругу будет больше у собак, сделанную корземию потерь или метральным порогом. Мы можем оценить время прохода по малому кругу и можем оценить время или число сокращений по от трехстворчат до метрального клапана. и это очень безопасная методика высоко воспроизводимая и точная. И на этом я закончу. Скажу только, что у меня был еще один момент истины. Потому что может мы это сделали еще и на кошках. Смотрите на время транзита нормализованное ПЧСС у кошек. Кошки, у которых было компенсированное состояние и кошки докомпенсированные, то есть застойная сердечная недостаточность. Кошки давали ту же самую картину при бессимптомном фазе с увеличенным размерами сердца. Но у них было намного меньше показателей времени транзита по малому кругу, даже если полностью уже манифестировала сердечная недостаточность, в отличие от собак, у которых это время было выше. Почему это важно? Почему есть такое различие между видами? Ответ в том, что кошки это не маленькие собаки. Кошки это имеют малый сердечно-сосудистый резерв. У собак такой резерв выше. Почему? Скажу вам, это очень просто. Эволюция. откуда взялись кошки? Как они охотятся? Откуда взялись собаки? И как они охотятся? Собаки это же волки, а волки охотятся стаями. Они загоняют жертву до того момента, пока эта жертва не падает от усталости. Это может требовать дня, два, три дня. Они будут охотиться, они будут загонять эту жертву. И волк может бежать до 70 километров в день. Как охотятся кошки? Кошки ничего не делают 95% дня, они спят. Потом они взят мышку. И вот за эту секунду они просто взрываются. 100% анаэробные нагрузки. Они просто взрываются, ловят жертву, съедают и снова спать. То есть собаки могут поддерживать больший объем крови в легких. Они могут компенсировать более тяжелые поражения из-за этого лучшего резерва в сравнении с кошками. И вот почему мы должны быть очень осторожны с кошками, у которых есть заболевания сердца. Когда мы даем им жидкости. я никогда не видел собаку, у которых развивалась застойная сердечная длинность на фоне инфузионной терапии. Но много раз я видел такое у кошек, которым давали нормальное количество инфузионной терапии, и у них развивалась сердечная недостаточность застойная именно из-за этого низкого резерва. И вот почему у кошек чаще намного мы видим острое начало застойной сердечной недостаточности. Опять же, для меня это был момент истины.